коллеги всем доброго вечера сегодня у нас рассказ об интересном кегл соревнования она называется болезнь предсказания прогрессии болезни паркинсона на основании различных данных в том числе белков данных вот и сегодня илья нам про это расскажет я получил своей командой серебряная модель большое спасибо что согласился рассказывать начинай пожалуйста так да всем привет представлюсь меня зовут сломательный я а это по сути наверное было первое а какого соревнования которым довелось участвовать именно с точки зрения потраченного на это времени они просто запуска каких-то публичных бейзлайнов и небольшой попытки а в общем расскажу про само соревнование что мы делаем и что у нас для этого есть болезни паркинсона нам нужно прогнозировать ее течение у пациентов прогнозировать течение болезни мы будем по по показателю и педирес всего у нас есть четыре таких показателя первый и педирес это общее какое-то мышление настроение человека его скажем так а психическая часть и педирес 2 это повседневная активность в том числе настроение моторные функции в обычной жизни третий это именно эти педирес это именно моторные функции пациент сдает так скажем и большой тест а у врача и четвертый педирес это общее осложнение терапии к сожалению более подробно об этом не могу ничего рассказать но в процессе чем выше значение и педирес тем выше тяжесть болезни у пациента что мы делаем у нас нашей задачей является по результатам анализов визита пациента предсказать эти значения все четыре значения и педирес для текущего месяца что будет через полгода что будет через год и что будет через два года таким образом когда у нас есть один визит одно посещение пациента врача нам нужно предсказать сразу 16 значений по четыре на каждый из этих таргетов секундочку а как мы все это тестируем метрика у нас мопе паблик состоял у нас из 13 процентов от всех тестовых данных тест всего стоял из а из 384 пациентов с которым собственно 50 были на паблике тестовые данные мы не видели потому что использовался кабел там сервис ap что у нас есть в итоге по данным организаторы нам представляют четыре таблички первое то крайне клинингал дата supplemental клинингал дата патрины и пептиды взглянем на каждую из этих табличек поподробнее собственно здесь мы можем видеть а то что у нас есть по табличке тренингал дата а у нас для каждого пациента есть энное количество его визитов каждый из этих визитов был осуществлен на определенном месяце UPD-RS в следующей колонке это наши таргеты и последняя здесь фича UPD-20-КБ Clinical State on Indication это наш такой показатель того принимает ли пациент какие-то препараты для того чтобы улучшить его моторные функции то есть вот эта последняя фича в основном влияет только на UPD-RS-3 так как UPD-RS-3 у нас отвечает именно за моторные действия сразу же стоит еще отметить общую историю вокруг паркинсона в том плане что эту болезнь очень тяжело насколько мне известно очень тяжело классифицировать понять болеет ли пациент именно паркинсоном и если я не ошибаюсь то самый действенный способ на текущий момент это просто давать пациенту препараты которые будут купировать симптомы этого заболевания то есть могу ошибаться но по-моему это происходит именно так собственно поэтому задача как раз таки была очень так скажем очень важной в рамках болезни паркинсона и я думаю оно помогло бы врачам, пациентам по всему миру но увы о результатах соревнований мы поговорим чуть позже дальше у нас есть данные по протеинам выглядят они с лишним образом название протеина и экспрессия всего у нас 227 протеинов и на в районе 250 пациентов у нас всего чуть больше 200 тысяч записей важное замечание некоторые визиты пациентов не имеют никаких анализов то есть у нас просто есть visit ID visit month но и таргеты но для этого визита нету ни экспрессии по по протеинам не также значений по пептидам собственно следующая прекрасная у нас колоночка течение таблицы по пептидам здесь мы наша основная фича это пептид abundance abundance а частота аминокислотовый брассе все у нас в районе тысячи пептидов и почти миллион записей такая же тема как и с протеинами не всегда пептиды встречаются не всегда они присутствуют на новом визите то есть на некоторых визитах иногда не происходит сбор анализов также стоит отметить то что у большого количества ну точнее нет по-моему ни одного пациента у которого были бы предоставлены значения всех протеинов и всех пептидов которые у нас представлены то есть довольно-таки большая их часть будет просто как нам вроде бы все логично у нас очень много данных очень много интересных данных с которыми можно делать совершенно разные манипуляции и поэтому в самом начале появился топовым бейзлайном был процесс random forest где были взяты с помощью фичер-селекшена протеины и пептиды лучше и это заработало примерно на 57.4 смопе это по-моему на тот момент был около топовое решение то есть по крайней мере топ 10 мест недалеко ушли вот этого решения на бустингах и также помимо этого решения было огромное количество работ которые копали использование протеинов и пептидов глубже например использование протберта нейронок тоже было очень много пропуск значений протеинов и пептидов с помощью условных бустингов может быть нейронками тоже но все это не давало вообще никакой результат по крайней мере значительный и первым привожным звоночком в этом соревновании стал бейзлайн который был основан полностью на линейной регрессии всего с одной фичей и это месяц визита он превзошел бейзлайн построенный на бустингах также после небольшой чистки данных на паблике этот бейзлайн выбил 56.6 и это было таким довольно-таки большим открытием думаю можно сказать потому что большое количество людей просто пытались найти корреляцию между значениями белков с нашими таргетами но это все не получалось также еще отмечу то что этот публичный бейзлайн еще использовал данные с supplemental clinical data который напомню идентичный наш clinical data просто у нас для этих данных нет значений по белкам и протеинам ну и второй приложенный звоночек это когда у нас появился бейзлайн который был основан полностью на медиан значении для каждого таргета помещено и скоро у нас в итоге стал 56.3 далее уже с помощью трендов скоро получилось свести до 56 и это было на тот момент это оказалось странным потому что пока большей части участников соревнования скоро варьировался где-то 56.0 59.9 у топов значения были уже в районе 54 или 52 что-то в этом роде то есть разница была огромная и было очень четкое ощущение того что мы просто-напросто что-то упускаем ну и здесь уже собственно просто переходить можно переходить к решению первого места которое сделано Дмитрием Кордеевым и Константином Яковлевым и это поставляет из себя просто комбинацию нейронки и бустинга 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 нейронка обучались на одних тех же данных лосс-функция с мопе и главной особенностью этого бейзлайна они полностью отказались от протеинов и пептидов все их решение было построено вокруг месяца визита здесь собственно есть у нас колоночки месяц визита forecast horizon это гризон того какой месяц так скажем мы подсказываем как таргет то есть это 0, 6, 12, 24 это то о чем я говорил в самом начале таргет месяц визита индикатор была ли визита кровь у человека также я так понимаю они использовали supplemental датасет и также его используют при обучении здесь и главный момент всего просто соревнования главная просто золотая веща всего этого соревнования была найдена закономерность того что если пациент посещал пациента не каждый год а допустим каждые полгода по крайней мере в самом начале то есть у этого пациента был визит с месяцем 6 или 18 то у этого пациента значение его таргетов значительно выше чем у других пациентов особенно это коррелировало именно с таргетами UPDRS2 и UPDRS3 здесь собственно как раз таки есть график который наглядно показывает то есть здесь у нас просто медиа по каждому таргету а фиолетовым цветом это выделенные пациенты точнее выделенные визиты которые делятся ну точнее 6 18 30 то есть когда пациент ходил каждые полгода к врачу по всем практически таргетам кроме UPDRS4 можно сделать вывод о том что значение сильно выше чем у голубеньких точек где были все визиты подряд про UPDRS4 вообще отдельная тема потому что этот таргет практически всегда просто ставился равным нулю особенно именно в первые месяцы то есть его зачастую даже не пытались подсказывать потому что подсказываем очень плохо метрика очень сильно бьет нас за сильно неправильные предсказания ну и немного выводов про это соревнование у нас очень мало данных у нас визиты где есть результаты анализов всего в районе 1 тысячи даже если просто мы суммируем количество ктеинов и количество кептидов которые у нас есть это будет крайне а тоже там тысячи даже чуть больше в итоге у нас будет какая-то матрица по соотношению количества записей и фичей еще один момент очень много таргетов особенно EPDRS 3 и EPDRS 4 были просто нанами такая же история абсолютно с протеинами и пептидами очень много пропусков и я думаю если бы не было так много возможно бы это как-то по итогу взволяло ну и наверное самый главный итог простую фичу по нерегулярности посещения точнее не ежегодном посещении врача заметило всего 18 команд ну и наверное еще один итог который не описан здесь презентации но который мне постоянно включится в голове возможно то что просто даже имея большое количество данных большое количество визитов и минимальное количество пропусков возможно все равно не получилось бы добиться какого-то адекватного подсказания но это пока нельзя сказать точно так как не проверили вот в целом у меня наверное все как-то очень быстро получилось спасибо большое очень интересно коллеги не стесняйтесь задавайте вопросы можно голосом прям или в чат кому как удобнее то есть вопросы комментарии пожелания то что Алекс говорит может такой вопрос какие стратегии по поводу non-value exclusion то есть применялись то есть что работает лучше всего сейчас ничего не работает потому что в целом даже потом заполнение nano оно и не пригодилось так как допустим у всех решений которые топ-18 они практически не использовали белки и поэтому собственно это наверное не сильно дало могу сказать на собственном опыте пытался пилить nano с помощью других значений этого же пациента какие-то из прошлого допустим сначала пробовал делать pandas профил чтобы если у нас допустим текущий протеин он как nano то мы берем значение его с прошлого визита в нашей в наших гипотезах работал очень лучше чем просто оставлять nano дальше пробовал обучать кучу бустингов для того чтобы это решать но тоже особо точнее просто вообще не было становилось по-моему только хуже вот но опять же лучшим решением топ-18 это и не пригодилось а еще вопрос по поводу фичи selection были какие-то фичи которые из данных брались или просто все эти фичи были сгенерированы командами то есть используя какие-то прики если я правильно понял вопрос то просто пригнали все фичи просто взяли определенные протеины определенные да протеины определенные пептиды допустим через фичи selection пригнали отобрали там допустим 100 лучших из них и их использовали но опять же по итогу это и не пригодилось потому что эти данные работают очень плохо а были какие-то соревнования в прошлом которые вот именно как-то коррелировали с этим соревнованием откуда можно было идею взять да я думаю были но по крайней мере наша команда не копала их поэтому тут уже ничего сказать не могу спасибо большое Алекс отличные вопросы видно что мастер первое что обычно смотрят обычно есть на форумах а вот было такое соревнование если на форуме такой записи в первые дни не появилось была запись от одного человека который называл что-то типа похожее соревнование с твистом в конце по-моему если я не ошибаюсь там что-то было связано с рентгеновскими снимками и в общем как он писал что ситуация выглядит похожее просто было очень мало данных чтобы генерализовать и построить какую-то адекватную модель которая будет работать лучше всего потому что в том соревновании как раз например насколько я помню очень много людей просто зауверфитили из-под паблик и в итоге первые места улетали просто вниз на 500 мест и что-то около того а вот оглядывать назад на опыт соревнования такой опыт чисто ваша команда слегла может это самое такое сделать я научился на основе этого соревнования делать что-то какой опыт принесла именно в твою жизнь я могу сказать наверное два очень важных урока первый из них это всегда очень глубоко проводить еда потому что такая простейшая фича мы ее косвенно использовали даже вот именно посещает ли пациент там врача раз в полгода но мы скажем так эту тему не стали копать дальше вот и наверное второй урок это то что иногда стоит отходить очень сильно от допустим публичных бейзлайнов чтобы так скажем получить хороший результат потому что публичные бейзлайны он тебя сразу заводит уже в какую-то ну в свое какое-то направление но возможно это направление просто не является самым выигрышным особенно когда большая разница между топами и не топами я бы наверное как-то так сказал а еще допустим после или во время это соревнование ты в своей работе начал что-то использовать что ты вот чему-то научился соревнование именно ты переложил этот опыт который соревнования пришел к тебе свою рабочую практику ну мой последний опыт рабочий был связан с рекомендациями там можно было что-то перенести вот а сейчас я пока так скажем в творчественном отпуске ну это хорошо как бы прокачаться к кагле посмотреть что еще интересно и дальше возможно искать то направление которое именно понравится больше где будет больше страсти да конечно хорошая знаете спасибо большое классная классная презентация там кстати сам скинул в чатик ссылочку на хабар они тоже участвовали в этом соревновании и тоже довольно-таки подробно расписали весь свой опыт в своей уроке вынесенной из этого соревнования да но там больше всем привет еще раз там больше не техническая статья так скажем организация процесса и такой новичковый опыт ну нам было довольно интересно и мы как раз та команда которая копалась в протеинах и пептидах до самого конца не верясь что вот эта простая фича визитманс может оказаться такой золотой а протеиновые фичи они все как шум больше служат или то есть у них вообще какой-то позитивный сигнал был я знаю что первые ну точнее несколько из топов которые вот как раз воспознали вот эти не ежегодные посещения они пытались ими как-то дотюнивать свои решения то есть условно окей мы там определились примерно куда ну высокое значение таргета у пациента будет или нет и какие-то из них да использовали но опять же first place был вообще без них то есть по крайней мере в solution которые они писали говорили что да эти данные приносят только шум и смысла от них никакого нет при всем этом я думаю было потрачено ими очень много времени на то чтобы попробовать привести эти данные в порядок и хоть как-то их использовать просто интересно то есть как бы сейчас целая индустрия допустим делает кучу анализов объективных и так далее то есть на основе этого допустим врачи принимают какие-то решения о назначении а при этом допустим как бы возможно это все бессмысленно то есть как бы шум сколько допустим в индустрии то есть как бы денег на это тратится там условное исследование на принятие решений то есть и так далее то есть при этом оказывается что возможно это как бы не совсем то что нужно то есть интересная такая неэффективность если я не ошибаюсь то по-моему опять же могу ошибаться очень сильно то что даже сейчас чтобы понять если у пациента болезнь прокинсона то проще ему сразу начать давать какие-то препараты и дальше уже смотреть действуют они или не действуют то есть как раз таки даже просто классификация наличия у человека этого заболевания очень непростая задача возможно какие-то другие подходы с точки зрения забора анализов возможно протеины пепсиды сложно рассуждать в общем возможно есть какие-то другие направления которые можно копать а были именно в корме люди которые являются возможно докторами которые специализируются в этом направлении да было ли какой-то от них то есть опыт их экспертизы принес какую-то пользу для участников соревнований то есть как бы все что я видел да было довольно-таки большое количество врачей было от них просто огромная еда огромное количество теории но скажем так все-таки в соревновании главный показатель это скор и скор улетал просто куда-то очень сильно вниз то есть экспертиза от них была но она не не прыгнулась так скажем в последние годы во всех исследованиях красной тряпкой проходит во всех исследованиях связанных с паркинсоном и в этом датасете его не было совсем и если мы смотрели на протеины то все действительно получалось очень-очень ровно и такое было ощущение что вообще ничто никак не отзывается и действительно мы там их по-разному крутили миллион всяких вещь генерили засовывали в автоэнкодеры и это не работало никак в нашем случае да я понял о чем ты говоришь там кстати даже есть дискошен о том почему а этой фичей нету если я не ошибаюсь то по-моему там все упиралось в метод сбора крови если я не ошибаюсь в общем по каким-то техническим причинам его там не было они просто потому что допустим его хотели просто играть типа как киллер фичу да они об этом писали в общем вопросы к организаторам есть но они как организовали так мы ничего с этим поделать не можем но так или иначе была главная гипотеза этого соревнования что тиды и протеины имеют какую-то предсказательную силу к сожалению эта гипотеза не подтвердилась но я так понимаю что тем не менее организатор соревнования получил получил ответ на свой вопрос я не думаю что они сейчас все забросят с предсказательной силой протеинов эти исследования это все будет дальше двигаться но вот просто конкретно это соревнование конкретно это исследование оно их немножко вперед не подвинуло хотя ну там я там смотрел у них сумасшедшие бюджеты совершенно у этой организации и они могут себе таких соревнований позволить в год довольно большое количество ну в целом да как по-моему ты еще тогда говорил то что отсутствие результата тоже есть результат так не стесняйтесь задавайте вопросы давай я сейчас прошу а вот как бы кросс-эволюционный скор и паблик настолько хорошо бились вообще никак ну то есть корреляция между ними была очень плохая по паблику тогда что ли все ориентировались в основном да и паблик хотя он был всего 13% но он коррелировал с приватной частью по-моему лучше чем просто валидация по крайней мере по своему опыту точнее по нашим результатам могу сказать что мы лучшее решение так и не выбрали то есть наше решение которое засобнилилось что-то 69 4 5 не помню что-то было того по итогу нашим лучшим решением оказалось 68.8 и мы даже не думали вообще над тем чтобы это играть потому что именно это решение показывало себя очень плохо и на паблике и на просолидации а почему так как бы какие-то идеи понимания чего и уроки как это можно в других ситуациях понять применить я все-таки наверное склоняюсь к тому что это довольно-таки не стандартная ситуация может быть просто дело в дисбалансе между пабликом и нашим ну нашей локальной выборкой в том плане что сама метрика еще довольно-таки сильно штрафует если допустим у нас там значение так не по единичка мы предсказываем значение дворчику то мы уже там посмотрев как много получаем ошибки может быть в этом дело было точно говоря не знаю потому что даже нет возможности как-то коснуться к тестам данного посмотреть что как там ну а вот это как-то стало быстро понятно что лучше смотреть на паблик об этом были обсуждения на форуме ну то есть или как или это вот ну так вот как-то сложилось и на самом деле до буквально до вот этой ночи когда соревнование закончилось наоборот казалось что мы очень сильно как-то залырфитились под паблик потому что он стал всего 13 процентов 50 пользователей всего точнее 50 пациентов всего было ощущение что именно за них соревнования и что нужно больше доверять своей локальной выборке но практика показала нет потому что допустим наше лучшее локальное решение оказалось на привате хуже чем лучшее решение на паблике то есть это пока на самом деле то на чем может быть стоит подумать попытаться понять как почему может быть просто имел дело условно оверфит в общем как-то так но тогда шейкапа большого не было шейкап был шейкап был шейкап был и довольно большой то есть да если я сейчас открою лизерборд то первые 18 решений это те как-то адекватно использовали вот эту фичу с месяцем визита а дальше уже вот допустим плюс тысяча то есть шейкап был и я на самом деле даже немного удивлен почему нас не скинуло вниз но это только приятно вот и шейкап был и довольно сильный да понятно то есть получается вот эти топ так а каким образом они догадались до этой фичи какой можно урок ну вот это бывает да такое соревнование догадывается до какой-то магии как это называют и уходит в отрыв как вот они догадались ну вот картиношку которую я собственно вставил последние слайды а как раз те наши так скажем по блин если просто ответить то просто более углубленная еда более какое-то скажем так желание точнее как бы это правильно сказать когда очень много протеинов и пептидов хочется полностью в них погрузиться не рассматривая ничего больше вокруг потому что кажется что именно то что может вывести тебя в золото именно там но когда я бы наверное так сказал это может быть как какая-то готовность просто обращать внимание на простые фичи как тот же самый месяц визита потому что в данном случае он именно разрешал здесь как раз таки еще распределение опять же по пациентам которые имели вот визиты раз в три месяца визиты раз в полгода и визиты раз в год и собственно можно сказать так что по всем клиническим данным пациентов которые посещали раз в год меньше всего больше всего как раз таки тех кто а ну те кто посещали раз в три месяца вот тут кстати интересно те кто посещали врача раз в три месяца они имеют какие-то свои сильные отклонения или нет или они просто сравниваются к людям которые посещали врача раз в полгода ну в общем это на самом деле даже по-моему пока не было никакого фидбэка но просто основная логика была в том что если пациент ходит к врачу часто значит у него значение высокое если нет то соответственно нет но я думаю просто большое количество протеинов скажем так а сместили фокус в другую сторону я бы как-то это так назвал понятно а сколько времени примерно потратилось на соревнования если ну могу сказать за себя это конечно не было как-то равномерно в самом начале соревнований я там тратил в районе четырех часов в день на соревнования в районе наверное где-то двух недель на соревнования очень часто ловил выгорание потому что вроде бы на локалке что-то как-то улучшается на паблик лидерборде все становится только хуже вот дальше с принудочным успехом тратил еще наверное там пол пары часов в день а в последние две-три недели ну наверное больше четырех часов в день на это уходило понятно да требует времени да 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 причем опять же копать протеины пептиды то есть допустим один скажем так член команды он полностью погрузился в тему использования протеинных пептидов и там вплоть до конца соревнования и результата не было никакого потому что ну потому что его здесь и нет так скажем окей да понятно почему крисдиот пролетел ну чуть-чуть вниз да он занимал он на паблике был первым да по-моему да да что-то вот немножко он спустился это там чисто в пределах погрешности как-то или он что-то недодумал или непонятно по-моему он как раз таки здесь все еще использует протеины и пептиды если я не ошибаюсь ну то есть он также распознал эту фичероз с местом визита дальше уже сложно сказать в общем это был просто киев к попаданию там в топ-18 да понятно окей а по железу как бы ну много хотелось считать насколько было критично вообще вообще нет потому что у нас грубо говоря было у нас было всего там тысяча записей где есть данные анализов где-то в районе еще там тысячи где у нас данных по анализам нет то есть нам допустим хватало обычного кабла чтобы решать с точки зрения железа соревнование было максимально неприхотливым оно здесь не нужно потому что данных было мало окей слушай можешь про метри прокомментировать вот это смарт что за метри какие у нее особенности да то есть вот ты сказал она сильно штрафует да да есть уверен неправильном смысле уверенно говоришь а ответ неправильный да как лок-лок нет тут конкретно зависит от того какое значение имеет таргет например если таргет у нас равен единице а мы предсказываем значение двойшку то у нас снопея будет там что-то в районе сорока может быть больше не помню точно но если допустим у нас значение таргета 30 а мы предсказываем 25 то у нас штраф будет не сильным то есть грубо говоря здесь есть идет зависимость от того высокое число большое число ну да то есть такое relative относительно мерят в процентах относительно ошибки понятно а то есть в бустинках прям есть как бы минимизировать мопе там можно выставить мы допустим это делали просто как реализация кастомного лоса ну то есть в условной мы использовали кодбост и к нему допустим можно было прикрутить кастомный лос-функцию которую которую мы писали вот ну с нейронками типа то же самое кастомного 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 функция все будет работать медленнее чем условно говоря нативная но типа есть трюки которые да покрутить так коллеги еще у кого-то вопросы пожелания комментарии ну если у кого больше вопросов тогда еще раз Илья спасибо большое за рассказ очень интересно успехов в следующих соревнованиях спасибо будет желание возможности еще нам что-нибудь рассказать то тоже милости просим и всем остальным сам баланс тоже будет желание сказать что вот выходите тогда ладно всем доброго вечера всем спасибо всем пока